Свершилось. Вы наблюдаете грандиозный момент. Происходит первая в истории высадка на комету. Я Дэн Рискин, и я нахожусь в самом волнующем месте на планете. Это Европейское космическое агентство в Дармштадте, Германия. Все присутствующие здесь ликуют, потому что блестящая команда ученых только что совершила посадку спускаемого аппарата на движущуюся комету. Казалось, что они сделали это с невероятной легкостью, но эпохальное значение этой миссии не вызывает сомнений. Это правда? Мы уже там? Это большое событие для человеческой цивилизации. Это может в корне изменить все. Неутомимый поиск истоков жизни. С точки зрения эволюции, они наша сокровищница. Десятилетие упорных исследований. Это одна из самых сложных вещей на свете. Подвиг сродни обузданию дракона и полету на его спине. Эта высадка — достойный венец наших усилий. Коснуться почвы. Об этом мечтал еще Исаак Ньютон, на которую еще никто не ступал. Мы сближаемся для поцелуя. Но в начале страдания разлуки. Семь мучительных часов. У меня не осталось ногтей. Все сгрыз. Мы на комете. Ура! Наконец-то! Вот они. Невероятно четкие снимки поверхности кометы. Это эпохальный момент. Это событие войдет в историю. Мы знаем, за этой миссией следит весь мир. Миссия Розетта. Высадка на комету. Андрея Акаматсо, руководитель полета, настоящий герой этого часа. Что ты чувствуешь после совершения этого невероятного события? Я чувствую, что устал. Но радости это не уменьшает. Это огромный успех для всех нас. Мы провели одну из самых сложных операций в истории космонавтики. Мы успешно посадили зонд на комету. Теперь непременно нужно выяснить, в каком состоянии спускаемый модуль. Но посадка уже совершена. И на сегодня мы свою задачу выполнили. Причем задача была непростая. Проект стартовал 10 лет назад. Последние несколько недель были просто сумасшедшими. И на этом история еще не закончена. Совершенно верно. Мы завершили лишь часть миссии, значительную часть. Но впереди, в последующие месяцы и годы, нас ждет еще много работы. Эту комету нужно тщательно исследовать. Что ж, мы будем с нетерпением ждать, что будет дальше. Мы поздравляем вас. Большое спасибо. А вот откуда началось это путешествие. Привет всем. Добро пожаловать на космодром Ку-Ру. Откуда стартует ракета «Ариан». Идет последний отчет. Горят зеленые индикаторы. Что может быть лучше? Расслабьтесь и наслаждайтесь. Один, два, три, старт. Картинка четкая, все системы в норме. Конечно же, миссия «Розетта» планировалась долго, более 20 лет. Я работаю в этом проекте с 1985 года. Многие говорили, что это безумная затея. Слишком смелая, чтобы справиться с ней. Я отдал этому проекту 17 лет, и до настоящего момента это главное дело в моей профессиональной карьере. Я присутствовал при запуске «Розетты». Сидел в первом ряду, поста управления. Обычно бывает много неожиданностей, но в тот раз все прошло необычайно гладко. Задача была такова — отправить космический зон стоимостью 2 миллиарда долларов дальше, чем когда-либо в истории, в погоню за кометой, на край Солнечной системы. В основу этого проекта легли результаты всех предыдущих миссий. Цель не просто добраться до кометы, но и посадить спускаемый аппарат на ее поверхность. Это дает нам шанс исследовать комету в такой близости, в какой раньше это еще не удавалось. Мэтт Тейлор — научный сотрудник программы «Розетта». Долгий путь, который мы проделали, и все наши научные разработки связаны с повседневной жизнью. Мы вплотную подошли к пониманию истоков происхождения планет и планетных систем. Эта комета — наша ледяная сокровищница, которая была запечатана более 4 миллиардов лет. Она хранит информацию, способную пролить свет на загадки рождения нашей Солнечной системы. Марк Маккорин, главный научный консультант Европейского космического агентства. Планировалось, что полет будет происходить более 10 лет. Обширные солнечные батареи, похожие на крылья, обеспечивали зонд энергией. Чтобы достичь кометы под названием 67П, пролетающей мимо Земли каждые 6,5 лет, Розетте предстояло пролететь более 6 миллиардов километров. Это настоящая авантюра. Запустить зонд так далеко в космос, с невероятной точностью уравнять его скорость с движущимся объектом, а потом посадить на него модуль. За тем, чтобы полет проходил гладко, следила команда пилотов высшего класса. Пять миллионов градусов в секунду. Да. С того момента, как Розетта нырнула в космос, ей предстояло двигаться по оживленным космическим магистралям, а без серьезного ускорения до цели ей было не добраться. Нам пришлось использовать гравитацию космических тел Солнечной системы, мимо которых пролетал зонд, чтобы скорректировать траекторию. Благодаря силам гравитации планеты передавали свою энергию зонду, постоянно увеличивая его скорость. Все это время команда получала сигналы о том, как Розетта проходит определенные точки. Хольгер Зиркс, ведущий исследователь группы «Осирис», Европейского космического агентства. Для меня первым ярким моментом стали кадры Земли. Мы сумели различить Африку, Европу, ландшафты, огни ночных городов, а затем мы смогли очень хорошо рассмотреть Марс. Потом им удалось получить фантастически близкие кадры двух редко наблюдаемых астероидов. Да, это было потрясающе. Они выглядели, как алмазы в небе. Но зонд пролетел мимо них на очень высокой скорости. Раз, и их уже не видно. Грандиозный полет. Однако зонд удалялся все дальше от Солнца, и энергии стало не хватать. Поэтому было решено погрузить его в глубокий сон, чтобы позднее он смог выполнить свою миссию. Это был смелый шаг. Нам пришлось отключить большую часть систем. Это был сложный момент. Взять и просто щелкнуть переключателем, надеясь на лучшее. Андрео Камаксио, руководитель полета программы «Розетта». Мы всеми силами старались избежать этого. Пауло Ферри, руководитель Центра обеспечения полетов Европейское космическое агентство. Это было очень тяжело, потому что ты хочешь быть со своим детищем постоянно на связи. Однако понимаешь, что два с половиной года взаимодействия с космическим аппаратом будет невозможно. Ожидание пробуждения было практически невыносимо. Мы считали время до назначенного срока, но доля неопределенности оставалась. Напряжение стремительно росло. Это было чувство предвкушения, и в то же время сильнейшее беспокойство. Мне кажется, я скажу с ума, я не знаю ничего об этом зонде уже два с половиной года. Он в сотнях миллионов километров от Земли и Солнца. Теперь мы должны были зарегистрировать сигнал, а его не было. Мы ждали? Еще немного? Еще? Может, просто глупо ждать этого сигнала? А потом есть. Вот он. Наш зонд проснулся. Сигнал есть. Он готов. Готов к выполнению миссии. Это главный год всей программы. Пора подвести Розетту вплотную к комете. Сегодня проводится решающий маневр. Руководитель программы Фред Янсен прибыл в Центр управления. Раньше у нас уже были проблемы с подобными маневрами. Я очень волнуюсь, нам нельзя ошибиться. Розетта двигается очень быстро. Она рискует обогнать свою цель. Нужно уравнять их скорости. В течение следующих 12 часов команда программирует зонд на интенсивное торможение. Сейчас он пролетает 700 метров в секунду. Будем замедлять его примерно до 300. Серия зигзагообразных маневров, повороты под точно выверенными углами. Все это для того, чтобы подобраться ближе. Если мы не будем совершать эти маневры, зонд на высокой скорости пролетит в 50 тысячах километрах от кометы. Фред Янсен, руководитель программы Розетта. На запрограммированные маневры уйдут часы. Андрея не терпится узнать результат. Вчера нам очень хотелось узнать, как зонд выполнит заданную программу. Все прошло хорошо. Да, смотри, графики давления и температуры ровные. Сработало. Теперь появилась уверенность. Комета 67П в пределах досягаемости. Мы открываем самую важную главу миссии Розетта. Мы с сотрудниками идем в центр управления, чтобы дать зонду последние, решающие команды. А теперь скажите эти исторические слова. Мы на комете! Да! Это прорыв. Это просто... У меня нет слов, чтобы описать то, что сейчас произошло. Наконец-то мы это сделали. Мне просто не верится. Неужели нам удалось? Неужели это правда? Мы уже там. Скорее бы увидеть самые детальные снимки. Судя по изображениям, я могу подтвердить. Да, мы на месте. На мой взгляд, эта поверхность – нечто очень изменчивое. Она новая, свежая. Рельеф возникает в результате активности. Это не планета, это живое тело. Живое и непредсказуемое. Эта победа приносит новые трудности. Теперь в центре событий Стефан Улемак, человек, отвечающий за посадку спускаемого аппарата на комету. Мы видели поверхности поровнее. Видели и очень неровные, поэтому найти хорошую посадочную площадку будет весьма сложно. Но ведь иначе было бы неинтересно. Смотрите далее. Игра оказалась более рискованной, чем ожидалось. Есть стометровые скалы. Как будто все кометы, куда мы хотели полететь, соединились в одно. Миссия Розетта – высадка на комету. Миссия Розетта – высадка на комету. Это исторический момент. Посадка на комету свершилась. На Землю устремились невероятные, никогда ранее не виданные снимки. Я Дэн Рискин, а это макет кометы 67П. Десять лет назад, когда Розетта была запущена в космос, она была лишь точкой на небе. Но при близком рассмотрении эта комета оказалась гораздо сложнее, чем простой шар, который представляли себе ученые. Комета 67П – Чурюмова-Герасименко. Комета Чурюмова-Герасименко. 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 Комета Чурюмова-Герасименко стала идеальной целью для Розетты благодаря своей периодичности. Мы знаем, как она движется вокруг Солнца. Предсказуемость ее движения позволила нам спланировать эту миссию. Мэтт Тейлор – научный сотрудник программы Розетта. Эта комета замечательна тем, что она не всегда была так близко к Солнцу. Марк Маккорин – главный научный консультант Европейского космического агентства. В 1959 году она вступила во взаимодействие с Юпитером, и его притяжение сместило комету к Солнцу еще ближе, чем она была до этого. Эта комета меньше подвергалась разрушительному воздействию солнечного излучения, и это повышает шансы на то, что в ее недрах могут находиться образцы первозданной материи. Это снимок кометы 67П. Таких подробных снимков мы еще не видели. Есть плоские и ровные участки, есть 100-метровые скалы. Здесь, в Институте Макса Пванка, в Геттинге, Германия, Хольген Зиркс и его коллеги внимательно изучают снимки. Сенсационные кадры появляются ежедневно. Это скала. Это округлая возвышенность. Да, это возвышенность. Это впадина. Совершенно верно. Команда Хольгера изучает каждую деталь. На основе этих снимков скульптор Мартин Хайнрих создает реалистичный макет, точно передающий цвет и текстуру. Привет. Привет. Вот что получилось. Вот так она выглядит. На снимках она всегда получается светлой, но только потому, что выдержка очень долгая. На самом деле она черная. Черная, как уголь. Возможность увидеть рельеф на трехмерном макете облегчает поиск мест, подходящих для посадки. Эта модель нужна нам, чтобы составить более наглядное представление о поверхности кометы. И то, что мы видим, впечатляет. Эта подвижная цель стремительно несется по Солнечной системе. Этакий айсберг в невесомости, величиной с гору по форме, напоминающей утку. Это потрясающая комета. Артур Хмелевский, руководитель проекта «Розетта» в США. А с учетом ее формы, может быть, даже слишком потрясающая. Сейчас зонд находится в суровых условиях, в потоке газа и пыли от кометы. Комета испускает газ, теряя массу. А масса, конечно же, один из основных параметров при расчете орбиты. Клаудия Александр, научный сотрудник проекта «Розетта» в США. Есть опасения, что комета, которая выглядит как два слипшихся снежка, может разделиться на две части. Это серьезная опасность для спускаемого аппарата. Спускаемый модуль может оказаться под угрозой. Стефан Улемак, руководитель группы спускаемого аппарата «Филы». Комета постоянно меняется, приближаясь к Солнцу. Мы видим моноокись углерода. Сэм Галкис пристально следит за кометой. То, что мы наблюдаем, это газ, испускаемый ядром кометы и несущийся в нашу сторону. В составе хвоста кометы есть и вода, которую можно сравнить с земной. Похоже, мы вступаем в новую фазу. Мы все очень взволнованы. Обнаружение на комете воды стало настоящим открытием. Теперь мы хотим изменить ее содержание, чтобы получить данные об эволюции кометы. Сэм Галкис, лаборатория реактивного движения НАСА. Скорость испускания воды около двух таких стаканов в секунду. Мы изучаем кометы, потому что мало кто знает, что миллиарды лет назад миллиарды комет сталкивались с Землей, на которой в то время еще не было воды. И многие исследователи полагают, что вода, которую мы пьем сегодня, принесена кометами. Мы хотим проверить эту гипотезу. Если вся вода на Земле с комет, то в таком случае понадобилось бы 100 миллионов комет такого размера, как 67П. Так что изучение одной кометы не даст четкого ответа на этот вопрос, но это даст нам основу для понимания природы других комет, на которых мы никогда не побываем. Может быть, кометы принесли не только воду, но и первичные элементы для зарождения жизни. Исследуя частицы пыли, мы получаем ценные сведения о материи, из которой состоят планеты. Это не та пыль, что скапливается на телевизоре. Это пыль. Внешняя оболочка кометы. Она содержит соединения, которые важно изучить. Изучение пыли позволяет составить представление о газе, который выделяет комета. Весь газ выделяется не только с поверхности ядра. Мелкие и, возможно, крупные частицы кометы тоже испускают газ, покинув ее поверхность. На Земле нам такого не найти. Все захоронено и переработано. По-настоящему древней материи на нашей планете нет. Это органические молекулы, строительные кирпичики аминокислот, которые являются основой жизни на Земле. В общем, эти первозданные соединения считаются источником, из которого могла возникнуть жизнь. Мы видим много объектов, отбрасывающих тень, множество камней размером с дом. И мы выясним, из чего они состоят. Это потрясающая комета, как будто все кометы, на которых мы мечтали побывать, объединились в одну. В общем, это был хороший выбор. Это был хороший выбор. Что вы сейчас чувствуете? Мне просто не верится. Не могу в это поверить. Я очень взволнован. Все, кто там были, плакали. Это невероятный момент. Я начал верить, что все это на самом деле, когда увидел снимок Осириса, показывающий спускаемый аппарат. Он был прекрасен. Теперь нам нужно многое проанализировать. Это будет нелегко, но данные телеметрии продолжают поступать. Аппарат на поверхности кометы работает. Это историческое событие. Создание космического аппарата — сложнейшая задача. Фред Янсен, руководитель программы «Розетта». Это сложно, очень сложно. Марк МакКорин, главный научный консультант Европейского космического агентства. Все лаборатории, с которыми мы работаем на Земле, нужно было сделать крошечного размера, чтобы они потребляли минимум энергии. Идея была такая — отправить зонт к комете и высадить на ее поверхность спускаемый аппарат. Для меня это самая грандиозная миссия из всех существующих. Проект «Розетта» имеет три фазы — встреча, сопровождение и, самое главное, посадка. Мэтт Тейлор — научный сотрудник программы «Розетта». Снабженный огромными солнечными батареями, этот космический зонд пролетел дальше, чем какой-либо другой, используя только энергию Солнца. Речь идет о расстоянии примерно 800 миллионов километров. Паула Феррия, руководитель Центра обеспечения полетов. Орбитальный аппарат размером с автофургон был запущен 10 лет назад с прицелом на то, чтобы совершить революцию в изучении комет. Зонд «Розетта» оснащен полным набором исследовательской аппаратуры, датчиками, камерами, устройствами для сбора образцов, а также анализаторами пыли, газа и плазмы, которые окружают комету. И теперь камеры, некоторые из которых стоят полмиллиона долларов, делают самые захватывающие в истории снимки кометы с близкого расстояния. Это глаз «Розетты». Электронная матрица, используемая в современных камерах. Революционное новшество, созданное 15 лет назад. Качество просто поразительное. Она стоила своих денег. Камеры, созданные выдерживать огромные скорости, устойчивы даже при попадании в них твердых частиц. Мы не хотели бы, чтобы в прибор попало что-то большое и тяжелое. Клаудия Александр, научный сотрудник проекта «Розетта» в США. С «Розеттой» все было в первый раз. Полеты, управление, спящий режим, работа в атмосфере, хвоста кометы. Это сделало проект поистине фантастическим. Но как бы ни были велики заслуги зонда-носителя, всю славу забрал себе спускаемый аппарат. Посадка спускаемого аппарата на поверхность кометы — задача первостепенной важности. К комете нужно было подобраться вплотную. Стефан Улемак и его коллеги из немецкого космического агентства 20 лет работали над этим посадочным модулем, размером со стиральную машину. Он предназначался для того, чтобы не просто взять пробу с поверхности, а чтобы проникнуть глубже, к тайнам, скрытым в толще ядра кометы. Спускаемый аппарат Филы сядет на комету и возьмет пробы древнего грунта, анализ которого прольет свет на происхождение Солнечной системы. Стефан Улемак — руководитель группы спускаемого аппарата Филы. День отстыковки модуля будет напряженным. Есть две кнопки — главного механизма отстыковки и аварийного. Мы запустим оба одновременно и будем молиться, чтобы хоть один сработал. Спускаемый модуль начнет падение с высоты в два раза превышающую высоту полета пассажирского Боинга. После отстыковки он станет неуправляем. Его будет приводить в движение лишь слабое притяжение кометы. Спуск займет 7 часов. Для модуля Филы это будет долгий полет, зависящий от ряда условий. Притяжение кометы столь мало, что нам придется буквально цепляться за поверхность. В идеале аппарат должен сесть на три опоры. Для закрепления на поверхности кометы будут использованы специальные цепляющие устройства. Но к чему будет прикрепляться модуль — большой вопрос. Поверхность планеты состоит из льда и пыли, но точно пока неизвестно, какая она. Как свежевыпавший снег или сигаретный пепел. Может быть, твердая, как пыльный пористый лед. Команда Стефана подготовилась буквально ко всему. Но исследования и тесты продолжаются. В лаборатории моделируются и проверяются, как работают гарпуны на разных поверхностях. Эти испытания помогают нам выяснить, как гарпуны проникают в мягкий материал. Гарпун пробил деревянный ящик и наклонился. Под наклоном он будет держаться в грунте лучше. Все эти механизмы были предназначены сделать то, чего не делал еще ни один космический аппарат. Для нас все это было впервые. В конечном итоге, главное в этом проекте — его значение для науки, а именно для изучения комет и их места во Вселенной. Главные противоречия возникают между учеными и инженерами. Это худший вариант. Настаивая на сохранении, в этом зале неспокойно, я хочу, чтобы мы добились результата. При выборе места посадки разгорелись жаркие споры. Варианта 0,1 нет, так что закроем этот вопрос. Миссия «Розетта» — высадка на комету. Пять полетов на скорости свыше 100 тысяч километров в час. Пять миллиардов километров, чтобы прийти к этому историческому событию. В погоне за кометой. «Розетта». Премьера сегодня. Эксклюзив Discovery Science. Непостижимые травмы. Никогда в жизни такого не видел. Непрошенные гости. Это был шок. Незаметные убийцы. Я очень сильно испугалась. Discovery Science представляет цикл шокирующих программ о поле битвы, имя которому — человеческое тело. В нем ползают паразиты, размножаются микробы и свирепствуют опасные бактерии. В нас и благодаря нам живет уйма микроорганизмов. Они вступили с нами в смертельную схватку и бросили вызов современной медицине. Было страшно. Очень страшно. Это некрасиво. Это неприятно. Но заглянув глубоко под кожу, вы навсегда измените мнение о человеческом теле. Это нечто абсолютно новое. Я была уверена, что умру. «Тело под угрозой». В четверг на Discovery Science. «Тело под угрозой» «Тело под угрозой» Итак, пять недель. Ты готов? Тащи его! Устал? Так становятся бойцами спецназа. Да, сэр. На пределе. В четверг. Премьера на Discovery World. Миссия «Розетта. Высадка на комету». Французский центр космических исследований. Чтобы выбрать место посадки, вся интернациональная команда этой миссии собралась в Тулузе, Франция. Доброе утро всем. Добро пожаловать на эту крайне важную встречу. Вопрос ставится так. Садиться там, где безопаснее, или там, где интереснее для науки, даже если это рискованно. Спускаемый модуль будет сброшен на движущуюся комету, и хотя он оборудован устройствами для закрепления, поверхность может оказаться неподходящей. У каждого в этом зале свои аргументы. Лично мне очень нравится вот это место. Настоящая посадочная полоса, только огня не хватает. Хольгер Зиркс приводит новые данные, а его коллеги сокращают список вариантов с 10 до 5. Снимки и моделирование рельефа показывают, что на поверхности есть скалы, есть мелкие и крупные булыжники, есть очень обширные, ровные участки. Каждый участок оценивается с точки зрения опасностей, которые может таить поверхность, а также на предмет освещенности. С научной точки зрения это крайне интересно, но группе, отвечающей за посадку, будет трудно найти подходящее место. Потрясающий пейзаж. Спасибо вам еще раз. Думаю, мы все должны тщательно изучить эти чудесные снимки. Выбрать место посадки оказалось непросто. Меня больше всего утомляет то, что мы каждую неделю говорим об одном и том же. Притяжение должно быть слабым. Очень важный критерий при выборе места посадки его потенциал с научной точки зрения. Я хочу, чтобы все добились результата. Нам нужно найти компромисс между двумя крайностями. 100% успешной посадкой и минимальной научной ценностью с одной стороны и максимумом науки с малыми шансами сесть с другой. Главные противоречия возникают между учеными и инженерами. Инженеров интересует безопасная посадка, а ученые хотят попасть в самое интересное место, даже если туда и трудно сесть. Как увязать эти противоположные требования? Главное требование — в конечном итоге благополучно посадить модуль. Думаю, никто из вас не будет с этим спорить. На модуле много приборов, которые для изучения кометы должны на ней долго проработать. Жан-Пьер выражает мнение многих из собравшихся здесь ученых. Он хотел бы сесть на обеих частях кометы. На верхней части я бы выбрал участок J, но мне не нравятся крупные камни, они уже продукт вторичных процессов. Я хочу получить изначальный материал. Я бы исключил J, оставив A и C. Что касается C, то, как я уже говорил, там измерения невозможны. В лодоке Коффмана не устраивает просто посадка. Его проект — грандиозный эксперимент под названием «Консерт». С помощью оборудования на зонде и посадочном модуле он собирается просканировать ядро кометы, как при ультразвуковом исследовании, впервые заглянув в самую ее глубину. Это заставляет всех считаться с его мнением. Хорошо, продолжайте. Участок A слишком узкий. Нам нужно проанализировать больше. В общем, A отпадает. Но это не трагедия. Может быть и трагедия, не знаю. Ладно, хорошо. Этот эксперимент важен, потому что только он может дать нам фундаментальный прорыв в изучении внутреннего строения ядра кометы. Мы должны попытаться. Придется пойти на компромисс. Всем нужно переварить то, что мы сегодня обсуждали. Информации на нас вылилось море. Мы работаем со стопроцентной нагрузкой днем и ночью. Семь дней в неделю. Есть множество противоречащих друг другу подходов и целых научных программ. Нужно прийти к единому решению, причем очень быстро. Список из пяти вариантов почти готов. Но споры по включению в него участка B продолжаются. Нельзя забывать, что B – самый безопасный участок для посадки. Я назвал бы этот участок гарантией успешной посадки, но у него серьезные недостатки с научной точки зрения. Что касается проб, которые нам хотелось бы взять, B – самый плохой вариант. Я признаю эти недостатки, но по мне лучше сесть и провести базовые исследования, чем в итоге вообще не совершить посадку. Кажется, пора сделать перерыв на кофе. Хорошая идея. Согласен. Это исторический момент. Такое делается впервые, поэтому все собравшиеся здесь очень напряжены. Спустя два дня дискуссии решение наконец принято. Мы уверены, что, основываясь на имеющихся данных, мы приняли верное решение, выбрав пять участков. Пять очень разных ландшафтов. Три на малой части кометы, две на большой. Каждый сулит серьезные преимущества и серьезные риски. Мы очень довольны выбранными местами для посадки. Это такая сложная миссия, и у меня на нее особый взгляд. Меня устроит любой участок. Я чувствую, что мы чего-то достигли, но теперь перед нами стоят новые задачи. Следующую задачу должен решить Андреа и его команда по управлению полетом. Они должны выяснить, возможно ли посадить модуль на каждом из выбранных участков. Мы не можем сесть на участки А. Мы анализируем все эти участки с предельной тщательностью. Команда работает над поиском оптимальной траектории посадки для каждого участка. Конечно, не обошлось без сюрпризов. Некоторые участки оказались неприемлемыми для посадки, и их пришлось исключить. Угол падения гораздо больше. Некоторые участки быстро отпали из соображений безопасности. Там шансы были 50 на 50. От состояния поверхности сильно зависит возможность посадки на нее. Собравшиеся в Тулузе ученые подошли к моменту принятия решения. Руководитель проекта Фред Янсен тоже здесь. Рекомендацию для окончательного выбора сделаю я. Насколько Си предпочтительнее Джей в плане энергии? Если вы выберете Си, мы уходим. Все кончено. Анализ уже проведен. И вчера я четко сказал, у него высокий энергетический потенциал как для зонда, так и для модуля. Так что варианта 0.1 уже нет. Есть только 0.2. И закроем вопрос. Всем никогда не угодишь. Это постоянный поиск компромиссов. Сегодня мы скажем, куда будем сажать модуль. Доброе утро всем. Я рад, что наконец-то оглашу выбранный вариант для посадки. Выбрана зона Джей. Она пригодна для посадки и имеет нетронутые участки, где есть хорошие шансы найти первозданный материал. Выбросы газа из кометы, происходящие рядом, серьезный фактор риска. Зона Си будет запасной. На ней меньше солнечного света, а посадка обещает потрепать нервы операторам. Мы постоянно ищем компромиссы между безопасностью и научной ценностью. Это вечная проблема космоса. Это Фред Янсен, руководитель миссии. Итак, тебе пришлось наконец-то огласить конечный выбор. Участок Джей. Что ты думаешь об этом решении? Это хорошее решение, обоснованное, оптимальный выбор. Что он даст нам в научном плане, будет видно. На данный же момент я более чем доволен. Что же произойдет в зоне Джей в грядущие месяцы? Чего вы от нее ожидаете? Что хотите там найти? Мы надеемся сравнить измерения, сделанные зондом с орбиты, с измерениями на поверхности. Это позволит судить о точности данных, собираемых зондом. Хорошо, примите поздравления с успешной посадкой. Впереди большая научная работа. Это точно. Отлично. Смотрите далее. Случиться могло все, что угодно. Могла произойти катастрофа. Это будет долгий путь. В какой-то момент модуль выйдет из строя. Это будет потрясающе. Миссия «Розетта». Высадка на комету. Пять полетов на скорости свыше 100 тысяч километров в час. Пять миллиардов километров, чтобы прийти к этому историческому событию. В погоне за кометой. «Розетта». Премьера сегодня. Эксклюзив Discovery Science. Что? Что? Простите. Да вы издеваетесь. Смотрел в зеркало и не верил своим глазам. Они вылезали у нее изнутри, изо рта. Это надолго. Я вообще поправлюсь. Самый страшный момент в моей жизни. По правде сказать, смотреть жутко. Так не должно быть. «Монстры внутри меня». В четверг. Только на Discovery Science. Расслабьтесь. Забудьте о делах. И подумайте о космосе. О космосе. Discovery Science представляет. Космический вторник. Время поднять глаза к небу и сказать «Ух ты!». Мы раньше такого в небе не видели. Похоже на комету. Космический вторник. Сегодня вечером на Discovery Science. Космический вторник. Космический вторник. Космический вторник. Космический вторник. Пять недель. Ты готов? Тащи его! Устал? Так становятся бойцами спецназа. Да, сэр. На пределе. В четверг. Премьера на Discovery World. Миссия Розетта. Высадка на комету. Это международная миссия. На нас смотрит весь мир. Над проектом трудится команда ученых со всех континентов. И вместе мы добились поставленной цели. Но хотя историческая посадка уже свершилась, миссия на этом не закончена. Я Дэн Рискин, и я нахожусь в Германии, в Европейском космическом центре. Спускаемый модуль Филы и его зонд-носитель Розетта продолжают самую сумасшедшую гонку в Солнечной системе. Смелый полет с высадкой на комету превратился в борьбу за выживание. Для меня миссия только начинается. Модуль прикрепился к поверхности, и теперь его ждут самые суровые испытания. Мы надеемся, там будет достаточно спокойно, иначе мы не сможем выполнить все задачи. Цель такова — закрепиться на месте и добыть первичные образцы уже в первые часы после посадки. Идеальный сценарий — успешная посадка и закрепление с проведением всех экспериментов. Вот-вот начнутся научные изыскания. Будут сделаны снимки поверхности с разрешением в сто раз превышающим толщину волоса. Будет измерена температура на поверхности и под ней. А затем спускаемый модуль совместно с зондом на орбите позволят нам заглянуть в толщу кометы с помощью радиоимпульсов. Если модуль Филы проработает с ноября по март, мы все будем очень довольны. Даже если системы модуля отключатся по пути к Солнцу, он останется прикрепленным к комете. Вместе с находящимся на орбите зондом комета влетит во внутреннюю часть Солнечной системы на скорости свыше 65 тысяч километров в час. Это будет потрясающе. Мы максимально приблизимся к Солнцу. Перигели и активность кометы будут невероятными. За 9 месяцев этого полета будет пройден путь, равный расстоянию от Земли до Юпитера. И спускаемый кометой газ и облака пыли это будет фантастически красивый момент миссии. Спускаемый модуль, вне сомнения, выйдет из строя до Перигелия. Если связь с модулем будет потеряна, команда проекта сконцентрирует еще больше усилий на удержании зонда на орбите кометы, особенно в экстремальных условиях. Может произойти нечто масштабное, например, гигантский выброс газа или разрушение кометы. Управлять зондом в столь тяжелых условиях чрезвычайно сложно. Ученым придется работать годами, решая поставленные задачи. За нашей миссией следит весь мир. Она способна изменить все. Это Марк Маккорин, один из ведущих научных сотрудников проекта. Расскажи нам о посадке модуля. Она прошла просто прекрасно. Даже лучше, чем автобусы ходят, через две минуты после расчетного времени. Пришлось немного подождать подтверждение, что модуль прикрепился к поверхности, хотя стопроцентной уверенности нет и поныне. Модуль мог и отскочить от поверхности, а при такой низкой гравитации обратно он опустился бы не скоро. Но мы на поверхности и ведем ее изучение. Уже получено много научных данных, и мы пытаемся выяснить, что произошло в первую фазу. Достаточно ли надежно закрепился модуль? Удержится ли он на месте в последующие месяцы? Смысл закрепления был в том, чтобы не дать аппарату отскочить от поверхности. Поэтому мы ловили момент касания, но могли бы этого и не делать. Притяжение слабое, но достаточное, чтобы аппарат оставался на поверхности. Ничто его не поднимет. Только если комета станет очень активной. Сейчас модуль никуда не денется. Кстати, о том, что будет дальше. Сейчас это ледяная глыба, но она летит к Солнцу. Что ждет модуль Филлы? Если он не прикреплен к поверхности, его могут сдвинуть потоки испускаемых кометой газов. Сейчас она выбрасывает до 5 килограммов воды в секунду. Эта цифра может возрасти в 100 раз. То есть до нескольких тонн в секунду со всей поверхности. Если активность в зоне посадки вырастет, модуль может сбросить. Но мы сели на очень безопасное, ровное место. Анализ снимков покажет, где именно мы находимся. Пока все нормально. Но от внезапной активности мы не застрахованы. Что вы будете делать дальше, в ближайшее время? Основной батареи хватит на 64 часа. Мы потратили часть энергии при спуске. Поэтому спешим поскорее провести все эксперименты. Сейчас связи с модулем нет, потому что Розетта за горизонтом. Но он работает. Завтра мы выйдем на связь, получим новые данные. Мы уже многое сделали. Надеемся, что вспомогательная батарея зарядится, и мы сможем продолжить сбор данных. Некоторые из них можно получить лишь через несколько недель. Поздравляем с мягкой посадкой. Спасибо. Вы это сделали. Поистине прекрасный день. Спасибо. Эти снимки завораживают и переносят нас туда, где мы никогда не были. Исторические снимки. Мы посадили космический аппарат на поверхность кометы. Миссия Розетта позволила нам проникнуть еще дальше в космос. Но ученые уже работают над новыми проектами. Таким может быть будущее. Захват и изучение странствующих космических тел. Так. Космические мечтатели борются за возможность брать и доставлять сувениры на Землю. Есть и научно-фантастический аспект. Угрожает ли Земле столкновение с большой кометой или астероидом? Три, два, один. Уже сейчас еще один маленький аппарат готов исследовать астероид. Зонд Хаябуса-2 японского космического агентства собирается сбросить модуль Маскот для сбора образцов. Главное в Маскоте определенная доля мобильности. Он может передвигаться по поверхности астероида, как монетка, которая катится сама. Не отстает и Осирис Рекс, проект НАСА. Его цель — астероид Бену, который может подлететь слишком близко. Это один из самых потенциально опасных астероидов в Солнечной системе. Нам не нужны небольшие камни. Мы хотим попасть на гору, чтобы изучить ее геологию и историю, посадить на поверхность аппарат, взять образец и доставить его на Землю. Эти миссии уже готовятся к запуску, но НАСА мыслит еще масштабнее. Миллионы тратятся на разработку проектов, которые позволят захватить астероид, или хотя бы его кусок. Это слишком быстро. Выбор в пользу бурения очевиден. Мы любим бурить и работаем над внеземным бурением. Компания Honeybee Robotics создает устройство для забора проб твердых пород. Фокус в том, чтобы переместить астероид, не разрушая его. Мы попробуем подкопаться под этот камень. Они специалисты по бурению на Земле, но справятся ли они в космосе? Это в наших силах. Нужно только немного практики. Именно практикой занимаются Аарон Парнес и его коллеги из JPO, создатели этого мобильного робота, карабкающегося по камням. Когда говоришь, что делаешь робота для захвата астероида, это вызывает вопросы. Так, мне нажать на него? Да, давай. Он схватился за камень с помощью множества острых крючков. Один такой крючок много не выдержит, но десятки и сотни способны поднимать огромные булыжники. Компания Airborne Systems из Калифорнии пошла еще дальше. Это очень смелый проект. Мы хотим полностью обхватить астероид. Мы опускаем модель, а теперь вокруг нее сжимаются воздушные захваты, после чего можно буксировать его на другую орбиту. Вот такая грандиозная миссия. Захват и перемещение астероидов, куда нужно людям. Вот какими категориями мыслит НАСА сегодня. В ближайшие десятилетия будут запущены миссии, благодаря которым манипулирование космическими телами станет еще ближе. Масштабное мышление. Вот что позволило этим людям сегодня высадиться на комету. Мы рады, что находимся здесь, в Европейском космическом агентстве, наблюдая за гигантским шагом в ходе освоения космоса. С вами был Дэн Рискин. Спасибо, что присоединились к нам. У меня нет слов, чтобы описать чувства, которые испытывают собравшиеся здесь. Мы работали над этим проектом всю жизнь, и мы справились. Мы получили телеметрические данные из поверхности кометы. Это просто в голове не укладывается. Это невероятно. Это стоило мне года жизни. Но оно того стоило. Он был слишком прекрасен, чтобы не справиться. В какой-то момент я понял, что все получится. Программа озвучена студией SDI Media. Текст читал Илья Хвостиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...